Когда я вспоминаю свое детство, я почему-то это заметила, вспоминаю его в многоцветии тонов. Это было так прекрасно, так здорово, так хорошо начиналась жизнь, несмотря на трудные годы 30-е. Мы жили в окрестностях Петербурга. Отечество мне – царское село. Там я родилась. Возле памятника Пушкину, которого я звала Пукиным, я все время гуляла Пушкину-лицеисту. Дома было очень тепло и тоже солнечно. Мои родители были агрономы. Они окончили Ленинградский сельскохозяйственный институт, правда, по разным специальностям. Мама была растеневод, папа был машиновед, то есть специалист по сельскохозяйственным машинам. Дома были дедушка и бабушка, родители, папы. Дедушка работал на конфетной фабрике, крупской теперешней по названию, тогда не знаю, как она называлась. Бабушка вела домашнее хозяйство и посла меня. Все это было очень радостно, все это было очень правильно, все это было очень красиво. Ну и потом начинается черно-белый фильм. В одну из ночей я не была свидетелем этого, меня, видимо, убрали куда-то. Был обыск. Это было после смерти Кирова, это волна репрессий. И после гибели Кирова, между прочим, моя мама гордилась тем, что Киров с ней несколько раз беседовал. Такой-то был очень интересный человек. Вот. И поэтому, значит, утром я проснулась в разобранной по частям квартире. Не было, конечно, папы, но я этому не удивилась, потому что его часто не было. Он постоянно ездил в командировки по всей стране на испытании каких-то машин. Вот. И заплаканный дедушка с бабушкой, совершенно ошарашенная мама и так далее. Вот так началась черно-белая полоса жизни. Папа успел поводить меня в школу. Я очень хорошо, почему-то зрительно помню, как он встречал меня. И вот красивая липовая аллейка, а там очень зелено в Пушкине, вела прямо к моему дому от бывшей Анненковской гимназии. Это я потом только узнала, что гимназия Анненкова была первым моим учебным заведением. Правда, на очень короткий срок, потому что вскоре нам было предписано всем уехать оттуда, ибо это была зона государственной важности. А мы, значит, вот, родственники государственного преступника не имели права там жить. Начались какие-то очень быстрые сборы, потом я заболела. Меня поселили на время вот этих переездов к очень дорогим мне людям, которым я благодарна всю жизнь. Это сестры-мамы, которые жили в Ленинграде, которые, не боясь, взяли к себе в семью дочь государственного преступника. Хотя такие случаи, когда отказывались дети, родственники в этом были. Вот передо мной мартирулок ленинградский, ленинградский, четвертый том. Орлов-Долинский, Дмитрий Степанович. Почему Долинский? А это, опять-таки, вот от его увлечения театром. Дело в том, что он только Орлов, и больше никаких у него не было. А вот там где-то в Орловско-Курских местах была довольно распространена дворянская фамилия Долинских. А ему очень хотелось сценический такой псевдонимчик заиметь. Вот он и заимел его, Орлов-Долинский. Ну, я думаю, что он сыграл далеко не положительную роль, этот псевдонимчик, потому что фамилия была глубоко дворянская. Был, конечно, сугубо русским, был, конечно, беспартийным. Вот, приехал в Ленинград для того, чтобы получить сельскохозяйственное образование. Там встретил маму, так образовалась семья. Ну, а даты его ухода даны тоже здесь, в «Мартирологе». Арестован 28 октября, совсем вот-вот-вот-вот, так в это время было, 37-го года. Комиссия НКВД и прокуратуры СССР. 2 декабря 37-го года приговорен. 2 декабря. По статье, конечно, 58-й с обилием того, что в скобочках дается, к высшей мере наказания и расстрелян 8 декабря 1937 года. Мама, по-моему, ходила около года в приемные НКВД, чтобы что-то узнать, когда его уже живых не было. Вот если почитать «Реквием Ахматовой», это вот то, что она выдерживала. Она стояла на Литейном, периодически, с передачами, со всем. Ей говорили, передач не принимаются. Все, кто говорили, ну, значит, все, конец. Вот. Она приходила опять. Там были какие-то сроки, когда можно было приходить. Но очередь на Литейном. Это она выстояла. Это «Реквием Ахматовой». «Реквием Ахматовой». У нас в 46-м году… Нет, в 45-м. В 45-м пришел вызов Попкова, того самого Попкова, который лежит на том же Левашовском кладбище, «Реквием Ахматовой». Где и мой отец. Потому что было ленинградское дело после войны, сорганизованное Берией. Вот. И погибли, я считаю, лучшие, лучшие из руководителей. Нежданов, которого там берегли, берегли. И, собственно говоря, обвинения, которые вот здесь написаны, что было предъявлено отцу, это, значит, убийство Жданова. Боже ты мой. Вот так. Вот в чем он участвовал, оказывается. Вот. И тут вот все вот в этом мартирологии-то нарисовано. Какие. И с кем. Их, по-моему, трое было. Агрономов, которые машины испытывали по всей стране. Ну, значит, теракт готовили, раз машины направляли. И, конечно, конечно, пригрозили чем-то. Ведь и грозить умели, наверное, репрессиями семьи, тем другим. Наверное, подписал. Или замучили. Кто знает. Не знаю. У меня не хватило сил взять его дело. Мне предлагали в Ленинграде, да. Я говорю, нет, я оставлю это дочери или внучки. Я не могу. Слишком живо. Если представить то, что там может быть написано, то очень легко представляется то, почему это было написано. может сойти с ума. Она верила, что он жив, что он может вернуться, что все. Вот поэтому, когда речь шла, вот в 50, после смерти Сталина в 53-м году, с 55-го примерно или с 56-го, начали приходить сведения о реабилитации. Я говорю, мам, давай подавать. Давай подавать. Она говорит, Горя, не буду. Вот мне, я над этим размышляла. Она говорит, понимаешь, в чем дело? Он, конечно, ни в чем не виноват. И я знаю, что он ни в чем не виноват. Но в компании рассказать анекдот он мог совершенно спокойно. Анекдот запомнить, потому что он по шлячину не говорил, все было остроумно и все. Вот. Это тоже он мог. Как отнесутся к этому? А ты подумай, что если второй раз его обвинят. Сейчас я знаю. Вот понимаете, что? Вторые похороны нам сказали, что в 57-м году он был реабилитирован и оправдан полностью за неимением улик. А маму совсем ее нехитрым скарбом, потому что там было все это ограничено, что можно взять, что нельзя взять, отправили ее значит вот сюда. Это по всей вероятности было где-то в 39-м году. Мы нашли два отзыва о работе мамы. Сохраненных как они сохранились, я не знаю. Ее непосредственного руководителя Константин Иванович Пангола, сотрудник института растеневодства, Иванович Пангола. подробнейшую характеристику дал. И датирована она 38-м годом. То есть она была еще там, в Вире. Они старались ее спасать, я поняла. И вторая характеристика это характеристика Вавилова. Представляете? И вот когда я говорю об этом, у меня всегда немножко тут вот он человеческий фактор, да? Сам на грани был. На грани, потому что через год арестуют Вавилова и уничтожат институт. И зная 38-й год, значит, они не могли не знать, что отец уже, но они не знали, что он расстрелян. Но они знали, что он арестован. Могли повернуться спиной к этому сотруднику, как делали очень многие. Я помню отлично, как однажды я пришла к своему другу, который жил напротив меня, Бобка Найсберг, а родитель сказали, Галя, ты больше сюда не ходи к нам. Я не поняла. А потом мне мама объяснила, ну, это не временно, Галя, это временно. Папа придет, и ты будешь ходить. И приехала одна, значит, сразу у нее было назначение такое целенаправленное, чтобы не без пользы где-то, а по своей специальности вот на опытную станцию. Ну, и она сразу включилась в работу. Работу она любила, работу она знала, без снобизма, без 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 зазнайства и без каких-то претензий на что-то. Обстановка сама по себе вот там, в этот период, она была благоприятная. для для развития, для общения, для всего. Люди интеллигентнейшие, добрейшие, потерпевшие, необозленные совершенно, я не помню, ни ни одного вот какого-то такого, чтобы вот было, понимаете, что-то какие-то превращали в диспуты свое общение. Был один патефон. Владительцей этого патефона была Зотова Евгения Николаевна, тоже, то есть из этого же окружения. Были пластинки, пластинки, конечно, классики. По вечерам мы на этот патефон собирались. Если был какой-то «А куда меня деть?» Они взрослые собираются, значит, я хвостом тащусь туда. Вот. Если бывали какие-то такие даты, лермонтовские, пушкинские всякие, они готовились к этому, устраивали спектакли. Немножко поодальнее, на самом берегу, он и сейчас стоит, называется такое здание «Белый дом». Это старый помещичий дом, вероятно. Его превратили в административное здание. Там была сцена. Эта сцена была не пустовала. Там пели, там ставили спектакли, читали стихи. Причем меня вытаскивали читать стихов с такого возраста, потому что мне ничего не стоило все что угодно запомнить и довольно выразительно прочесть. вот. Но во всяком случае была какая-то духовная интересная жизнь. Конечно, она была может быть как-то бедной в том смысле, что откуда что взять, но у нас были огороды, мы заготавливали дрова на зиму и ходили в лес, потому что печечки были. вот. И было очень дружно и было очень приятно. И тоже до одной определенной поры, когда приехали воронки и утром я проснулась в комнате Анны Васильевны. Она мне спокойно сказала, мама уехала в командировку, пока поживешь у меня. Когда я пришла в школу, заплакали учителя. Дело в том, что пришла в школу почти я одна. Остальных детей сразу увезли. Человеческий фактор. Вот как это получилось для меня, я до сих пор не знаю, и мама не знает. Я, говорит, убрала тебя, это я помню, что я спрятала, чтобы не было обыска при тебе. Вот. И Анна Васильевна сразу открыла дверь к себе и, значит, меня на тихий диванчик положила. Я жила у Анны Васильевны. Анна Васильевна сообщила тетям, тем же тетям, которые только что меня, и которые приезжали сюда на лето, как на дачу, вот, что я осталась одна. Вот, старшая тетя поторопилась, приехала, собрала нехитрый мой скарб, все, что осталось. И мы уехали в Ленинград. Началась для меня новая жизнь, на правах, меня удочерили сразу же, тоже. Это делали не все. Целиком было все на доносе. Так-то бы брали по одному. год шло следствие, примерно так, плюс-минус, я не знаю, но во всяком случае у нее нет судимости. Нет. Вот. А могло кончиться, что не было бы жизни. Единственное, что она мне сказала, говорит, каждый раз опрос, допрос, что вы говорили по поводу пакта Риббентропы и этого самого Молотова. Но что, я даже не помню. Вот вы тогда проявили вроде того, что сомнение в правильности политики партии правительства. И, говорит, приводили мне постоянно такую фразу, ой, проведет нас Гитлер вокруг пальца. Маму-то освободили тогда, когда я была в Ленинградской блокаде. И чего? Знаете, вот звук немецкого самолета мы научились различать. А какой он? Противный. Тут Твардовский его совершенно точно написал. Какой-то воющий, звенящий, ноющий, какой-то натужный какой-то звук. Наши не так летали. А значит, цоканье вот под землей кругом стояли зенитные батареи, там поставили кругом-кругом, и они полили, что, дай бог. И вот это такой звенящий звук зениток, вот это тоже как-то запомнилось на всю жизнь. к счастью, как-то сильно не бомбили нас. Вот так мы выстаивали, но в конце концов, конечно, силы уже иссякали. Первой слегла тетя Анюта. Вот. Это было страшно. Потом, значит, слегла Ирина, девчонка Ирка. Она исхудала так, что, когда она приходила менять меня в очереди, ее спрашивали, бабушка, а ты за кем? Десять лет, одиннадцать лет ей было. Сморощенный личик, носик такой торчащий, как у трубика. Я каким-то образом держалась, видимо, другая генетика была я. За меня боялись, чтобы меня не съели. Каннибализм то был. от этого никуда не денешься, об этом и Гранин пишет, и все. И только говорили, Галька, беги, Галька, беги. Я бежала, пока могла. Вот, то есть вот так. Ну и значит, получили как-то, вот выстояли перед первым, отоварили сахарные эталоны и отоварили плитками шоколада. Ну, можете себе представить, что было бы в другой, да, семье, что такое съесть плитку шоколада на голодном? Во-первых, это вредно, а во-вторых, это и не сытно. Его, значит, Кока уложила, нас сказала, будем встречать Новый год по-настоящему, положите сейчас спать. Мы легли. Она из этого шоколада в кастрюле сделала шоколадный напиток. У наших соседей остались, поскольку они жили-то так вот за городом, у них остался запас жмыхов. Что такое жмыхи? Это аджинки от масла для скота. Они ими там кормили гусей, курей, всякое такое. И вот одна из этих наших хозяев, по сути, дела, этого дома, она работала рентгенологом. Она приходила к нам в блокаду. Она говорит, бога ради, ешьте жмыхи, ешьте, мыши съедят, бога ради, пользуйтесь. И вот мы через мясорубку переворачивали эти вот остатки жмыхов и делали из них лепешки. Вот эти лепешки, значит, вот Кока поставила на стол лепешки с шоколадным напитком. Это была такая роскошь. Во-первых, мы почувствовали сытость какую-то от этого напитка, а не от высосанной кусочка там шоколадным. Понимаете? Вот так. То есть вот столько было всего придумано, чтобы выжить, столько было всего, так сказать, душевного тепла отдано, и никогда, никогда не было отчаяния, в нашей семье не было отчаяния. И вот когда завели эти разговоры насчет того, что надо бы сдать, было, и ленинградцы были бы, вы знаете, убить мало. Вот людей, которых я знала, ни у кого этого не было. Вот нельзя сдавать город. Нельзя и все. Больно жирно. Гитлер решил совершенно четко, что город вымрет, и вообще уже не тратил на нас никакие силы и никакие средства. А город потихоньку начинал жить. И вот там вспахали землю, там высадили какую-то рассадку. Но ведь они такие, эти слабенькие, их надо полоть сразу же. И вот значит придумали, что по улицам собирали детишек на машины крытые, а иногда и не крытые. Но надевали все летние платьишки, из которых торчали косточки, уже лишенные совершенно мышц. Но все были рады, что все в летних платьишках, цветные. И вот нас вывозили туда, и мы работали вот таким образом. Над нами шерст такое было, чтобы мы не переработали лишнего и не ели рассаду, как хотелось ее есть. Вот этот запах капусты, который несет уже во-первых, это страшно, во-вторых, это нельзя, она должна вырасти во что-то. А страшно, потому что отравишься, зеленью ты наешься. И в общем-то смотрели за нами строго, чтобы мы не ели ничего и значит вот только-только-только пололи. Ну и вот с этим связан такой тяжелый эпизод очень. Залетел гуляючи немецкий самолетик задрипанный какой-то маленький. Просто на прогулку поехал. Тихо, мирно, город помирает, ничего. И вот увидел, что это ребятки работают. на высоте буквально вреющего полета он стал расстреливать нас. Закричали поздно. Значит, мы спрятались, мы знали, куда это самое. И тут канавки были. и в общем-то так все добежали там кто-то куда-то. Но была ранена вот эта женщина и уж не знаю может и убита потом, которая с будильником. ее так и звали будильник. Потом впоследствии об этом я даже осмелилась написать в школе рассказ будильник. Вот об этом таком событии. так что Ленинград вот таким вот образом оживал. Любви к Сталину у меня никогда не было особой. Как-то так вот с детства у нас был Киров. Вот он был у нас в кумирах как-то. Вот а чтобы так вот какое-то такое восхищение было я мало интересовалась. Хотя стихи как-то смешно даже говорить. Но полю и вдруг вспомнила детские стихи о Сталине которые никогда не вспоминала. И вот вспомнила и думаю надо же ведь вот такая была воспитана в нас вера в этого человека. Вот просто даже по стихам прошлась память откуда-то подняла это из больших глубин далеких. Вот имя Сталина концовка говорю сияет всем народом на земле а Орлица это там от лица Орлица которая с ним стояла над горем смотрела как убеден народ и что он все переделает вспоминает как стояла на скале и эти стихи я помню что я училась искренне веря и принимая и понимая без всякого сомнения и не спрашивая даже а где мой папа а а что сделали с моей мамой вот потому что видимо вот как-то как-то вот мама приучила меня смотреть на это исторически даже когда-то как-то рассказывала слушай а ты вспомни времена Ивана Грозного сколько там пострадало людей вспомни Петра легко было строить Петербург вот попали и мы с тобой попали поэтому не было вот какой-то такой вот обиды вот попали ах ты виноват вот этого не было совершенно четко ты виноват в том что мне худо нет но я просто-напросто была конечно потрясена масштабами вот этой вселенской трагедии которую я конечно не понимала до 20 съезда вот это совершенно четко потрясена не то что что-то рухнуло ничего там рушиться не рухнуло а вот именно вопрос который до сих пор меня мучает как же так могло все же быть и что-то не то это что-то что-то это не то что-то это все же что-то подсчет